Уважаемый господин премьер-министр, мы, как и договаривались при встрече в Казахстане, встречаемся сегодня в Сочи. Сочи как место встречи тоже выбрано вами и президентом Алиевым, но мы уже неоднократно здесь встречались в таком формате. Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень, главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить. По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане на троих, но, конечно, для того, чтобы с таким серьёзным и застарелым вопросом, с такой проблемой разобраться, это недостаточно, поэтому и реализуем вашу инициативу. Вот совсем недавно по вашей же инициативе была проведена онлайн-встреча на уровне глав государства ДКБ. Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Ну что ж, этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны, конечно, вот сейчас, а потом в трёхстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперёд. Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договорённость в ходе прекращения вооружённого конфликта, и тогда мы все исходили из того, что самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому что разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все эти вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, и в интересах людей всё это планируется. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь на то, что продвинемся. Мы всегда исходим из того, что Армения наш стратегический партнёр, союзник, исходящий, как я уже говорил, на встрече с лидерами УДКБ с древнейших времён, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это всё-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперёд в направлении урегулирования. Рад вас видеть. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трёхсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но, с вашего позволения, я тоже своим выступительным словом хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности. На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчёркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом. Утверждаю, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ-ОТГБ с вашим участием я говорил об этом. Хочу ещё раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трёхстороннего заявления по итогам нашей трёхсторонней встречи. Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение. Хочу подчеркнуть, что это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши, в том числе, публичные заявления по Нагорному Карабаху. Уважаемый Владимир Владимирович, для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, куда они вторглись в марте сего года. Вопреки договорённостям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не вышли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшнего обсуждения. Что касается процесса делимитации государственной границы между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой, то начало работ по делимитации мы не раз подчёркивали, что этому должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на Азербайджано-армянской границе. Позиция России заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации его работа станет механизмом пограничной безопасности. Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому, 13 сентября сего года Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна чёткая позиция Российской Федерации в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Касательно разблокирования региональных коммуникаций, вы знаете, что Армения очень заинтересована в этом вопросе. Мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе 9 пункта трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте мы опираемся ещё и на третий пункт вашего указа 9 ноября 2020 года о мерах по поддержанию мира на Горном Карабахе и на ваше телеобращение от 9 ноября 2020 года, где отражаются те договорённости, которых мы достигли. А суть вопроса в следующем. Коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ России должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договорённостей. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть важность вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане. Несмотря на то, что мы этот вопрос с вами обсуждали десятки раз и вопреки трёхстороннему заявлению 9 ноября 2020 года вопрос не решён до сих пор. Спасибо большое и хочу ещё раз поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для мира стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Спасибо. 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 Спасибо.